Продолжение следует... ...и их палачи. Эти ребята разбились на девятке. Самой крутой машине начала 90-х. В Тольятти такие захоронения появились в 92-м. Год акционирования автоваза. Сесть за руль девятки или хотя бы шестерки в начале 90-х хотели все. И в Тольятти шла страшная криминальная война. Участники которой рвали зубами завод, выпускавший объект мечты всех граждан. Это была абсолютно мясорубка. Абсолютно мясорубка, где никто никого не щадил, где автомат Калашникова был абсолютно таким спокойным средством решения любых споров. Жигули всегда считались жирной социальной меткой, признаком высокого статуса. Это был дефицит дефицитов. В очереди за машиной стояли годами. Люди переходили с масла на маргарин, сидели на хлебе и макаронах, донашивали старую одежду и копили-копили. Вдруг очередь дойдет, а денег не хватит. Абсолютно дефицитный, абсолютный товар, который желают все, но при этом купить могут очень немного. Детали нередко вколачивали молотком, подкручивали вручную. Было немало брака и разгильдяйства. На простенькую по большому счету машину на конвейере тратили в 30 раз больше человека часов, чем в Америке и Японии на автомобиле куда сложнее. Но иномарки тогда были только у Андрея Миронова и Владимира Высоцкого, балерины Галины Улановой, космонавтов Юрия Гагарина и Алексея Леонова. А вот «Жигули» были мечтой все же достижимы. А когда в конце 80-х были запущены новые модели, и их стали красить в модные цвета, у граждан, как говорят в народе, просто крышу сорвало. Я покупал уже ее бэушность уже с рук, а я помню свои ощущения от машины, от «Восьмерки». Ну, это вот просто ощущение чего-то невозможного, космический корабль. Это смешно и при этом грустно до слез. Но в то время можно было купить хорошее отношение нужного человека совсем без чемоданов денег. Вся Россия была голодной, и мерилом счастья была колбаса, за которую бились, потеряв человеческий облик. Борис Березовский за несколько лет бурной деятельности в Тольятти превратил крупнейший автомобильный завод в еле живой организм, который просто рвали зубами подконтрольные бабу фирмы и криминальные структуры. На автовазе была крупнейшая задолженность по зарплатам, крупнейшая задолженность по налогам в стране. В начале 90-х половина предприятий России разорена и закрыта. Парализованы тяжелая промышленность и оборонка. Слово «безработица» еще недавно было каким-то заграничным. Это там, на загнивающем Западе. А теперь это норма российской жизни. Половина населения России, может быть, даже больше просто-напросто, откровенно тогда не доедала и голодала, сидела без денег. Крупнейшее предприятие страны превратилось в дойную корову для мошенников всех мастей, мелких и очень крупных. За тем, что происходит на автовазе, следит вся страна. В 90-е вести из Тольятти лучше всякого боевика. Тут и бандиты, и огромные деньги, и кровь, и мафии. Город грехов, где все живут в страхе. За свою жизнь боятся все работники завода. Люди идут через 16-е КПП на работу, и здесь буквально в 50 метров они дележу устроили. Стрельба была с автоматом, с пистолетом. Бандиты фактически оккупировали завод. Запугали руководство. Были реальной и очень страшной властью. Кого-то купили, кого-то запугали. Сотрудники милиции в полном ужасе. Самая горячая точка – пост ГАИ, который называется рубеж. Его не может миновать никто, кто выезжает из Тольятти. И постовые стоят с автоматами. Приходится задерживать с оружием, пистолеты, гранаты, ножи всякие. В Тольятти съезжались за машинами люди со всей страны. И как только счастливые покупатели выходили за ворота завода, их встречали крепкие парни и требовали заплатить за то, чтобы машина осталась целой. То есть криминалитет захватил власть в городе полностью. Город Тольятти превратился в то время в самую горячую криминальную точку России. Из-за споров за сферы влияния на заводе идет настоящая война. Завод контролирует сразу несколько истребляющих друг друга ОПГ. Они воспользовались беспомощностью нашей власти. Тогда и наверху было не очень легко, дележка была. Но в городе все же были герои. И легенды ходили про молодого милиционера Дмитрия Огородникова, который практически в одиночку боролся со страшным криминальным спрутом. Поддержки у руководства не было никакой. Бандиты грозились его убить. Но он упорно лез прямо в их логово и пытался посадить на скамью подсудимых. Один человек принципиальный, но против мощных вооруженных организаций, которые не останавливаются ни перед тем. Дмитрий понял, как воруют автомобили с завода, как работают все криминальные схемы и кто их крышует из представителей власти. Было много покушений. У подъезда в Огородникова стреляют. Он падает и в полете достает пистолет и отстреливается эффективно. Было на него нападать с нашум. Огородникова пытались убить и люди, подосланные королями криминального мира, и бандитская шушера рангом пониже. Но смелому и сильному милиционеру каждый раз удавалось избежать, казалось бы, неминуемой смерти. В марте 1993 года возле тольяттинской гостиницы «Жигули» завязалась перестрелка между участниками двух главных в городе ОПГ – Рузляева и Вдовина. В бою сошлись 70 бандитов. Вызванный на место происшествия Огородников, вооруженный одним пистолетом, вместе с несколькими товарищами, сумел остановить кровавое побоище и даже арестовать нескольких бандитов. По итогам разгрома банд все получили внеочередное звание, а Огороднику подарили китайский фотоаппарат мыльница пластмассовая. Ситуация менялась буквально по дням. Не успел кто-то прорасти, проклюнуться новый авторитет, его уже убивали. Неприкасаемых не было. Число жертв вообще по этих войнам, оно достигает тысячи человек, но я думаю, это не все, потому что, как на всяких таких войнах, очень много пропало без вести. То есть человек уходил, уезжал из дома и исчезал. Многие не найдены до сих пор. В 90-е в Тольятти шла криминальная война, аналогов которой не было в мире. Кровь лилась каждый день. Город держали в страхе несколько мощных ОПГ. В результате рядового боя между ними могло за несколько минут погибнуть с десяток бойцов и ни в чем не повинных прохожих. К своему размаху криминального беспредела в Тольятти ничего подобного не было в России или даже в мире. Но в 94-м году следственный отдел прокуратуры Тольятти возглавил человек честный и принципиальный. Радик Ягутян. Он объявил войну автовазовским мафиям и арестовал пятерых сотрудников финансовой службы завода, принимавших к оплате фиктивные банковские гарантии и векселя. В тот момент спрут переплелся настолько тесно, что бандиты, по дубку бандитов, плясали все. Арестованные были готовы сдать тех, кто ставил подписи под липовыми договорами. Прокурор понимал, начинается игра по-крупному. Он не расставался с оружием и просил родных быть предельно осторожными. Ягутян считал, что бандиты не посмеют уничтожить человека в прокурорских погонах. Но был расстрелян из автомата. За день до того, как должен был получить санкции на аресты высоких лиц, грёстных отцов среди представителей власти. Это, по сути дела, было первым в России убийством прокурорского работника. Арестованных людей выпустили, как будто бы ничего не случилось. То есть оно просто умерло. Это дело просто умерло. В 90-е за власть в России боролись несколько мощных этнических ОПГ. И всех сильнее в какое-то время стала чеченская мафия. Подмявшая под себя и горный бизнес, и торговлю, и банковскую сферу. Тольятти держал в своих руках Шамад Бесултанов. Березовский имел с ним самые плотные контакты. А в Москве начальником Бесултанова был Хоша Ахмет Нухаев. И баб отстёгивал ему огромные деньги с оборота лаговаза. Чеченские ОПГ имели огромную криминальную долю. Борис Абрамович был бы, не был бы Борисом Абрамовичем, если бы решал одну какую-то линейную задачу. Он всегда ставил во главу угла решение нескольких задач одновременно. В это время шла первая чеченская. В республике была настоящая катастрофа. И в этом кровавом хаосе баб зарабатывал огромные деньги. Он взялся вызволять из плена наших солдат и журналистов. Передавал боевикам выделенные российскими властями деньги. Но Басаеву и другим террористам доходило далеко не всё. Березовский откровенно воровал огромные суммы. И был заинтересован в том, чтобы этот ужас никогда не кончался. Он же организовал похищение. Чеченцы это всё делали. Потом он выполнял роль посредника. Получал за это деньги, миллионы долларов. И он имел наглость принимать представителей чеченской мафии и настоящих убийц прямо в центре Москвы. В доме приёма флаговаза. Он страшно гордился этим роскошным особняком. Историческим домом Смирнова. И называл его Кремль-2. Дом приёма флаговаза в то время гораздо больше, чем представительство крупнейшего предприятия страны. Здесь действительно решались важнейшие государственные вопросы. Через дом приёма Березовского прошло всё правительство России. То есть он их кормил всех, а это деньги ваза. То есть можно сказать, что они кормились чрезвычайно дефицитными продуктами за счёт ваза. В 94-м году на автосалоны Бориса Березовского наехали Ореховские. Крупное ОПГ под предводительством Олега Тимофеева по кличке Сильвестр. Сильвестр давно хотел прибрать к рукам торговлю продукции автоваза. И начал масштабную войну. Самая известная была разборка на автостоянке у кинотеатра «Казахстан» на Ленинском проспекте, где просто открыли стрельбу из-за министрального оружия. И там произошла стрелка между чеченской и славянской переехавшей группировкой. Чеченцы приехали, соответственно, за Березовского, а Ореховские приехали против. А дальше возле дома приёма флаговаза случилось покушение на Баба. Рядом с мерседесом олигарха была взорвана радиоуправляемая мина. Березовский чудом остался жив. В 10 сантиметрах от меня передо мной оторвало голову моему водичу, да? Через год Березовский пересмотрел свои бизнес-планы и закончил дела в Тольятти. На автовазе была крупнейшая задолженность в стране по зарплатам. Предприятие не платило налоги. Но после того, как испарился Березовский, особо ничего не изменилось. Справиться с бандитьём было невозможно. 97-й стал самым кровавым в истории Тольятти. Было уничтожено 200 человек. Криминал подбирается к самой верхушке автоваза. Был убит член правления автоваза Олег Шевцов. Через неделю заместитель коммерческого директора Владимир Шишов. А потом директор Центра запасных частей Станислав Фупаев. Гаданников в который раз пишет в правительство о страшной ситуации на заводе. Это были вопли о помощи с этого предприятия, от высшего менеджмента, которые просто не могли работать чисто физически. Их уничтожали. Запугивание это уже превратилось в, как имеется, само собой разумеющееся. Эту операцию назвали «Куликовская битва» по фамилии тогдашнего вице-премьера Анатолия Куликова. 3 октября на всех вазовских проходных появились вооружённые люди в масках и камуфляже. Отряд быстрого развертывания был собран из разных городов и был в личном подчинении у Куликова. Кроме этого, в Тольятти нагрянула группа МВД России, эксперты ФСБ и налоговая полиция. Заход ОМОНа со спецтехникой, с БТРами, то есть так всё было достаточно страшно. Были изъяты пропуска у 645 работников автоваза. В разных уголках завода было найдено полторы тысячи неучтённых машин, готовых к продаже. Началась зачистка на заводе представителей разных ОПГ. Были массовые задержания. За один день там на полмиллиона долларов было пресечено приготовленных к вывозу запчастей. Бандиты сопротивлялись. Чтобы рабочие не поддерживали силовиков, они обещали по автомобилю каждому, кто отклонится от участия в операции. А их начальников похищали и запугивали, применяя побои и пытки. Были ультиматумы. По оперативным каналам поступала информация, что мы сейчас зальём весь город кровью, если вы нас с автоваза вытесните. Вот, мы тут сейчас вам устроим на улицах настоящую мясорубку. Но бандиты были выброшены за ворота завода. Глобальная зачистка дала свои результаты. Город вздохнул свободнее. Худо-бедно с ними расправились. Худо-бедно. Отстрелом, посадками. В 98-м завод заплатил в два раза больше налогов, чем прежде. Но до полной победы над бандитами было ещё далеко. Криминальные войны продолжались. И то, что члены ОПГ сами истребляли друг друга, конечно, милиции было на руку. В 98-м году был убит Дима Рузляев по кличке Большой, при имени которого на автовазе содрогались все. От рядового сборщика до высшего руководства. От криминального спрута отрубались большие части. Но он продолжал свою жизнь. В 2000-м году бандиты убили майора милиции Дмитрия Огородникова, который вёл с ними борьбу все 90-е годы. Застреливали во дворе прокуратуры. Что только там не происходило. Эхо страшных 90-х, когда в Тольятти текли реки крови и заводом рулили жулики и бандиты, было слышно и в нулевые. Чтобы мощное и такое нужное стране предприятие стало, наконец, работать нормально, было потрачено очень много сил. И погибло множество смелых и честных людей.